Кардинальные изменения в Ленторской школе номер 6 начались еще в прошлом году. Тогда, хоть и с опозданием, в порядок привели фасад здания и кровлю. Вместо красных кирпичей, которые, по словам директора образовательного учреждения, иногда даже выпадали из стен, появилась яркая и современная облицовка. Мы все помним прекрасно, что из себя школа представляла еще три года назад. Это самый лучший показатель, когда глаза боятся, а руки делают. Сейчас в рамках текущего ремонта в школе меняют тепловые сети. Правда, подрядчик вновь отстает от графика. Поэтому, если наверстать упущенное до конца сроков, оговоренных контрактом, не удастся, исполнителю предъявят штрафные санкции. Работают бригады не только снаружи, но и внутри объекта. На третьем этаже меняют электропроводку. Во-первых, внешний вид школы говорит о многом. Встречаешь по одежке, провожаешь по содержанию. Поэтому сейчас наши дети, наши родители, наши выпускники очень рады, что внешний облик школы сильно изменился. Школа, наверное, самая красивая сейчас у нас в городе. Серьезно. Но и осталось теперь внутренние работы провести тоже, потому что коммуникация в очень плачевном состоянии. Поэтому проводим несколько этапов, чтобы не срывать учебный процесс, чтобы учиться в своей школе. Кроме этого, в Ленторском детском саду «Светлячок» проводят ремонт кровли и внутренних помещений. Также меняют сети тепла, вода и электроснабжения. В школе номер семь обновили системы вентиляции и освещения. В спортивной школе имени Салавата Юлаева выполнили косметический ремонт, заменили полы и водопровод. Строителям также предстоит комплексный ремонт спортивного и актового залов, тамбура и крыши. Это действительно серьезные объемы и серьезные суммы. Поэтому нам бы очень хотелось, чтобы каждый рубль, вложенный в эту работу, дал самый главный социальный эффект. Это безопасные условия для детей, для спортсменов, для преподавателей, тренеров. И обеспечил действительно комфортную среду для образования, для тренировочного процесса. Поэтому мы такую задачу ставим перед собой. Всего в этом году в Сургутском районе выполнят текущий капитальный ремонт в 49 образовательных, культурных и спортивных учреждениях. Для этого из бюджетов трех уровней и средств недропользователей было выделено около 250 миллионов рублей. В большинстве случаев строители либо идут с опережением графиков, либо укладываются в поставленные сроки. Однако на примере лентора можно увидеть, что есть и те объекты, где подрядчик отстает. Связано это прежде всего с тем, что часть заводов, где были заказаны материалы в разгар пандемии, вынуждены были остановиться. По словам руководителей муниципалитета, такие объекты поставлены на контроль. Сейчас все работы возобновлены, и предпосылок для возможных срывов в администрации Сургутского района не видят. Валерия Кудрявцева, Сергей Коликов, Сургут Интерновости, Лентор.